Тайная жизнь растений. Томпкинс и Берт. Введение. Нет ничего прекрасней на этой планете, чем цветок, за исключением, пожалуй, самой Афродиты. И нет ничего важнее на Земле, чем растения. Настоящая среда обитания человека — это зеленый ковер и страв, устилающий Землю-матушку. Без зеленых растений мы бы не смогли ни дышать, ни есть. С нижней стороны каждого листа миллионы подвижных пор поглощают углекислый газ и выделяют кислород. В общей сложности в чуде фотосинтеза задействовано 65 миллионов квадратных километров поверхности листьев, вырабатывающих кислород и пищу для человека и животных. Из 375 миллиардов тонн пищи, которые мы употребляем ежегодно, львиная доля приходится на растения, они синтезируют пищу из воздуха и почвы с участием солнечного света. Остальная часть пищи приходится на животные продукты, но животные, в свою очередь, также питались растениями. Всю пищу, напитки, алкоголь и наркотики, лекарства и пилюли, которые поддерживают жизнь человека, а при правильном использовании еще и крепкое здоровье мы получаем лишь благодаря фотосинтезу. Из сахаров получаются все крахмалы, жиры, масло, воск и целлюлоза. От рождения до смерти человек использует целлюлозу для жилища, одежды, топлива, волокон, лозоплетения, веревок, музыкальных инструментов и бумаги, на которые он излагает свои мысли. Многообразие растений, которые с выгодой использует для себя человек, описаны на 600 страницах словаря экономически выгодных растений Абхольфа. По мнению экономистов, сельское хозяйство и лесоводство являются основой богатства любой нации. Инстинктивно ощущая красоту и благоприятное влияние вибраций растений на человеческую душу, люди чувствуют наибольший уют и счастье в жизни рядом с флорой. Трудно представить рождение ребенка, свадьбу, похороны, ужин в ресторане или праздник без цветов. Мы дарим цветы и растения как символ любви, дружбы, уважения или благодарности за гостеприимство. Мы украшаем дома, садами, города, парками, страны, заповедниками. Первое, что делает женщина, создавая уют в доме, приносит в дом растения или вазу с живым букетом цветов. Большинство мужчин описывают рай как на земле, так и на небесах, как сад с роскошными орхидеями и с одной-двумя нимфами. Утверждение Аристотеля о том, что у растений есть душа, но нет чувств, считалось непреложной истиной все средневековье, вплоть до XVIII века, когда Карл фон линей, отец современной ботаники объявил, что растения отличаются от людей и животных лишь своей неподвижностью. Великий ботаник XIX века Чарльз Дарвин пошел еще дальше и доказал, что любой усик растения может двигаться сам по себе. Как сказал Дарвин, растения приобретают и демонстрируют свою способность двигаться, только когда это дает им преимущество в естественном отборе. В начале XX века талантливый венский биолог с гальским именем Рауль Франсе выдвинул идею, шокировавшую современных естественных философов, растения двигают своим телом так же свободно, легко и непринужденно, как самое грациозное животное или человек. И мы не замечаем этого движения только потому, что растения двигаются гораздо медленнее человека. Корни растений, говорил Франсе, вкапываются в землю, почки и побеги вращаются по кругу, листья и цветы гнутся и дрожат, усики с любопытством описывают круги и ощупывают, словно невидимыми руками, все вокруг. По его словам, человек думает, что растения бездвижные и бесчувственные лишь потому, что не соизволят понаблюдать за ними. Такие поэты и философы, как Иоганн, Вольфганг фон Гёте и Рудольф Штайнер, которые наблюдали за растениями, открыли, что они растут в разные стороны, наполовину углубляясь в землю, словно притягиваемые гравитации, а наполовину в воздух, словно вытягиваемые из земли какой-то формы антигравитации или литации. Червеобразные корешки, которые Дарвин сравнивал с мозгом, своими длинными белыми нитями постоянно закапываются вниз, надежно укрепляясь в почве и пробуя ее на вкус, а кончики корней определяют направление силы гравитации при помощи микроскопических полостей с катающимся шариком крахмала. Когда почва сухая, корни поворачивают в сторону более влажных участков, пробираясь к закопанным водопроводным трубам, вытягиваясь, как в случае со скромной альфайфой, на 10 и более метров, приобретая мощь, способную пробить бетон. Никто пока не сосчитал корни дерева, но изучение одного единственного растения ржи показало, что у него более 13 миллионов корешков с общей длиной в 610 километров. На этих корешках ржи есть примерно 14 миллиардов тончайших волосков общей длиной более 10 тысяч километров, что почти равно расстоянию от северного до южного полюса. Когда особые вкапывающиеся клетки изнашиваются от контакта с камнями, галькой и крупным песком, они быстро заменяются другими. Но когда источник питания найден, они умирают, и им на смену приходят клетки, растворяющие минеральные соли и всасывающие полученные элементы. Это основное питание передается от клетки к клетке вверх по растению, которое представляет собой целостный организм из протоплазмы, полужидкой, желательнообразной массы, считающейся основой физической жизни. Таким образом, корень является насосом, а вода выступает в роли универсального растворителя, поднимая питательные элементы от корней к листьям, испаряясь и снова выпадая на землю, чтобы вновь стать звеном в этой цепи жизни. Листья обычного подсолнечника испаряют в день столько же воды, сколько и кожи человека. В жаркий день одна береза может впитать 350 литров воды, выделяя прохладную влагу через поры листьев. Францей говорил, что неподвижных растений не бывает, любой рост это движение, растения постоянно гнутся, поворачиваются и колышутся. Он описывает, как летним днем тысячи полипообразных корней, дрожа и колыхаясь, тянутся от дерева с виду неподвижного, чтобы найти новую опору для тяжелого ствола над ними. Стоит усику, описывающему полный круг за 67 минут, найти опору, как в следующие 20 секунд он начинает изгибаться вокруг нее. За час усик обвивается вокруг опоры так, что его трудно оторвать, закручивая словно штопор, он подтягивает ствол лианы. Вьющееся растение тянется к ближайшей опоре. Если ее убрали, лиана уже через несколько часов тянется в новом направлении. Что растение видит шест? Или оно чувствует его каким-то неведомым способом? Если растение растет между двумя препятствиями и не может видеть потенциальную опору, оно безошибочно тянется к спрятанной опоре, избегая того участка, где ее нет. У растений, говорит Франция, есть намерение. Они нащупывают и тянутся к своей цели, применяя при этом столь невероятные способности, что им позавидовал бы любой писатель-фантаст. Растения ведут далеко не инертный образ жизни. Обитатели пастбищ, или как их называли древние эллины, похожи более чувствительны к происходящему в окружающей среде, чем человек. Росянка, двигаясь к своей жертве, хватает муху с неизменной точностью. Некоторые растения-паразиты распознают слабейшие запахи своей жертвы и преодолевают все препятствия, продвигаясь к своей цели. Растения узнают муравьев, ворующих их нектар, и закрываются при их приближении, а открываются только когда на их стеблях достаточно росы, чтобы муравьи не могли забраться наверх. А акация взамен на сладкий нектар даже вербует определенных муравьев в качестве охранников от других насекомых и травоядных животных. Случайность ли, что растения принимают особые формы, чтобы подстроиться под опыляющих их насекомых, приманивая своеобразным цветом или ароматом и награждая их любимым нектаром? Растения изобретают цветки удивительной формы и строения со всевозможными каналами, чтобы, заманив пчелу внутрь цветка, выпустить ее только тогда, когда она совершит процесс опыления. Лепестки орхидеи Тричисерос парвифлорос так точно имитируют самок одного из видов мух, что самцы пытаются спариваться с ними и тем самым опыляют цветок. Неужели мы думаем, что это просто рефлекс или ничего не значащее совпадение? Совпадение ли, что ночецветные растения имеют белые цветы, чтобы лучше приманивать ночных мотыльков и бабочек, и к сумеркам начинают источать более сильный аромат. А один из видов лилий источает запах тухлого мяса только там, где летают мухи. Цветам же, которые опыляются ветром, незачем тратить силы на внешнюю красоту, ароматы или привлекательность для насекомых. Они могут позволить себе быть невзрачными. Для своей защиты растения придумали шипы, горький вкус или всевозможные клейкие соки, которые ловят и уничтожают недружелюбных насекомых. Робкая мимоус и пудика реагируют на любого жука, муравья или червя, ползущих по стеблю к нежным листьям. Как только лазучик касается основания листа, черенок поднимается, листья закрываются и враг, либо скатывается с ветки от внезапного движения, либо в испуге спасается бегством. Некоторые растения, которым трудно найти азот на болотистых почвах, получают его, питаясь живыми существами. Существует более 500 видов растений-мясоидов, питающихся любыми видами мяса, от насекомого до говядины. У них на вооружении бесконечное число хитроумных способов добычи своей жертвы, от щупалец с липкими волосками до воронкообразных ловушек. Щупальца плотоядных растений служат не только ртом, но и поднятым над землей желудком, которым можно схватить и съесть добычу, переварить кровь и мясо и оставить от жертвы лишь скелет. Насекомоядные росянки не обращают внимания на гальку, кусочки металла и другие чужеродные предметы, помещенные на их листья, но быстро реагируют на кусочек мяса. Дарвин обнаружил, что листья росянки чувствительны к нити весом всего лишь 1 миллионная грамма. Усики являются вторым самым чувствительным органом растения после корешков. Стоит положить на него шелковую нить весом в одну десятитысячную грамма, и усик начнет загибаться. Изобретательности, с которой растения создают всевозможные конструкции, позавидует любой инженер. Рукотворные конструкции не могут сравниться в своей прочности с гибкими длинными полыми трубками, которые выдерживают огромный вес растений даже во время сильного урагана. Скрученные в виде спирали волокна растений являются гениальным механизмом сопротивления разрыву, который еще не известен человеку. Клетки растения принимают форму длинных сосисок или плоских ленточек, соединяются друг с другом, и получаются веревки, практически не поддающиеся разрыву, по мере роста вверх дерево утолщает ствол таким образом, чтобы поддерживать больший вес. Австралийский эвкалипт может вырастить крону на тонком стволе высотой в 160 метров, что равно высоте пирамиды Хеопса, а некоторые грецкие орехи удерживают на ветвях урожай в 100 тысяч орехов. Горец вяжет морские узлы, которые, засыхая, становятся такими тугими, что лопаются и разбрасывают семена подальше от материнского растения. Растения даже чувствительны к сторонам света и предвидят будущее. Колонизаторы Америки и охотники в прериях реки Миссисипи нашли растения подсолнечника Силфиам Лесениктем, чьи листья располагались точно по стрелке компаса. Индийская солодка, или Арброс Прекаториас, настолько чувствительна ко всем формам электрического и магнитного воздействия, что ее используют как барометр. Ботаники, которые ставили эксперименты с ней в ботаническом саду Кью в Лондоне, с ее помощью предсказывали циклоны, ураганы, торнадо, землетрясения и извержения вулкана. Растения альпийских лугов настолько чувствительны к временам года, что когда приходит весна, они пробиваются через весенний снег, растапливая его собственным теплом. По словам Франце, если растения так точно, разнообразно и быстро реагируют на окружающую среду, то они, по-видимому, имеют какие-то способы общения с внешним миром, что-то наподобие наших органов чувств или даже превосходящих. Франце утверждал, что растения постоянно наблюдают события и явления и хранят информацию о них, а человек, ограниченный своим антропоцентричным мировоззрением и пятью органами чувств, о них даже и не подозревает. Мы привыкли считать растения бесчувственными автоматами, однако теперь становится ясно, что они могут различать звуки, недоступные человеческому уху, а также воспринимать инфракрасные и ультрафиолетовые волны, невидимые человеческому глазу. Растения особенно чувствительны к рентгеновским лучам и высокочастотному излучению телевизоров. Растение всегда поддерживает целостную внешнюю форму и самовосстанавливается при повреждении, а следовательно, по утверждению Франце, у растений есть некий разум, следящий за целостностью формы и управляющий ростом изнутри или снаружи. Франце писал, что растения обладают всеми характеристиками живого существа, они яростно протестуют против насилия и горячо благодарят за помощь и заботу. Он мог бы написать тайную жизнь растений еще в начале XX века, но опубликованные им работы либо прошли незамеченными системой, либо расценивались как шокирующая ересь. Наиболее эпатирующим было предположение Франце, что сознание растений берет начало в тонком мире космических существ. Еще задолго до рождения Иисуса Христа индийские святые называли их девами. Этих духов природы в виде фей эльфов, гномов, сильфов и множества других существ видели своими глазами кельтские и другие ясновидящие. Ученые считали эту идею очаровательно наивной и безнадежно романтичной. И только после нескольких невероятных открытий, сделанных учеными в 1960-х годах, человечество снова обратило внимание на мир растений, и несмотря на это, находятся скептики, которым трудно поверить в то, что растения могут объединить физику и метафизику. Ученые начинают признавать, что поэты и философы были правы, видя в растениях живые, дышащие и общительные существа, наделенные душой, и только мы в своей слепоте все настаиваем на том, что растения автоматы. И самое невероятное, растения готовы, желают и могут помочь человеку снова превратить нашу планету в сад из убожества и разрухи того, что английский первопроходец эколог Вильям Кобет назвал бы раковой опухолью.